Я хочу вас поприветствовать, поблагодарить, что мы пришли в этот памятный день на Красную площадь, поклониться гению человечества. Один из крупнейших американских социологов, Валерий Стайн, уходя из жизни, сказал, что в ближайшие годы все человечество будет гордиться Лениным и его удивительным экспериментом, связанным с построением советской власти, власти трудящихся. Вот только что открылся 50-й Доволжский форум, куда приехали миллиардеры и крупнейшие люди. Появились там и все наши главные банкиры, олигархи во главе с Орешкиным, который тут все провалил. Но дело в другом, они там рассматривают проблемы неравенства и раскола общества, которая достигла крайне опасных характеристик, и состояние планеты, которая мстит плататорам за то, что они с планеты обходятся, как с уличной девкой, вырубая леса и уничтожая экологию и природу. Природа показала в этом году Австралии, что она главный царь на планете, и если человек не будет измерять свою деятельность, она его сметет с своего тела. Ленин давно, думая о будущем человечеству, предложил справедливое мироустройство. Я хотел, чтобы и президент внимательно изучил его работы, а то недавно, выступая перед журналистами, сказал, что Ленин и государственник, а революционер. Ленин ученый, революционер, выдающийся государственник, великий провидец и построитель нового мира. Ленину было всего 25 лет, когда он стал исследовать развитие капитализма в России, изучил почти 500 первоисточников и сделал гениальное открытие, что капитализм развивается неравномерно, что Россия носит отсталый характер, что господствуют иностранные банкиры, и неизбежный мир втянут в новый передел, в новую мировую войну. И Россия сгорит в этой войне в силу того, что не технологически, не социально, она не готова к новой войне, но предложил восстановить страну в иной форме. В форме власти Советов и высшей формой государственности за нашу тысячелетнюю историю была Советская Республика, Республика Совет. Вот сейчас президент вносит поправки в Конституцию. Начинают словословить той Конституции, которая привита Ельцину под расстрел в парламент. Хочу вам всем напомнить, тогда за эту Конституцию по официальной статистике голосовало около 58%, фактически меньше участвовало в голосовании. Ее протащили третью голосовку. Но все лихие 90-е называли самыми паскудными годами послевоенной истории нашей страны. Ну как эта Конституция никому ничего не гарантировала? В ней даже написано о том, что мы строим социальное государство, а в социальном государстве уничтожают первичную медицину, бесплатные образования, не создают рабочие места и половину молодежи выталкивают за кордон в силу того, что она испытывает ненужность в своей родной стране. Огений Ленин заключался как раз в том, что он как государственник пригласил даже всех царских офицеров защищать единую неделимую Советскую Республику, но единую неделимую. И в полном составе три четверти офицеров царской армии пришли служить Красную Армию. В полном составе весь генеральный штаб военно-морского флота, 600 человек было, все аристократы, ни одного рабочего и крестьяна не было. Все пришли и защищали единую неделимую Советскую Республику. Ленин в течение пяти лет предложил четыре варианта политики. От военного коммунизма до НЭПа и планов Европы. В этом году исполняется сто лет принятия планов Европы. Когда он предложил ученым разработать этот план, некоторые сомневались, а когда стали реализовывать, вдруг хахнули, какое провидение, какой гений, какое будущее. Герберт Уэллс, великий фантаз английский, приехал, начитавшись некоторых работ Ленина, и думал, сейчас он его будет агитировать за большевиков. А когда пришел в Кремль, Ленин ему показал, как будут строить социализм, как будут создавать промышленность, какие будут трактора, что будет делать молодежь, все будут учиться, бесплатно лечиться. Он ему говорит, оказывается, вы больше фантаз, чем я. А когда через 14 лет приехал и ахнув, вся страна училась, считала, за 10 лет построили 9 лучших тысяч на ту пору заводов. Ленин, Сталин и победа неразделимы. И когда сегодня Путин говорит о великой победе, о нашей достоинстве, о правде, о фактах, невозможно выстроить факты, если вы отрицаете роль заслуг Ленина в осознании российской государственности в форме СССР. Невозможно понять историю победы, если вы не понимаете роль Сталина, который сумел за 10 лет обеспечить такую мощь государства, то Советский Союз расколотил всю хваленую Германию вместе с Европой, которая ринулась душить нашу державу. Если вы не понимаете, что такое наука, а Ленин за два года создал 40 лучших институтов, в том числе, которые уже занимались космосом, ядерной физикой и многими другими вещами. А эти сидят, только разгоняют, уничтожают и народ обирает. Вот сейчас внесли бобра в конституцию. Ну, кто против того, что надо ограничить самовласть государя у нас? У нас кто бы ни сидел, Путин или другой, полномочий в два раза больше, чем у сильного президента Франции или Америки. У него полномочий больше, чем у Царякин, всех вместе взятых. Всех назначает, всех жалует, всех снимает, всех награждает и ни за что не отвечает. Поэтому эти бобра в принципе верны, но это небольшие примочки, но они затрагиваются. Главное, почему 10 тысяч рудников, которые строила страна, принадлежат полтора десятка упырям, которые захватили закон? Почему эти упыри не хотят платить нормальные налоги, так как платят, допустим, в Германии или во Франции? Почему не хотят капитала держать у себя и развивать свои базовые производства? Почему 120 триллионов рублей лежит мертвым грузом и не работают на развитие своей страны? Почему четыре фракции? Четыре фракции выступили за новую аграрную политику. Готовили вместе с тем же Гордеем, с тем же Кашиным, готовили вместе с министром Патрушевым, готовили с губернаторами. Казалось бы, прислушайся, выступая при утвердении Мишустина, все просили сохранить эту линию, сохранить команду, которая подготовила новую целину. У нас 40 миллионов гектаров заросли Бурьянов и Чернополох. Пока мы не слышим, предлагают консультировать с фракциями, пока никого не приглашали для того, чтобы хотя бы на этом этапе начать полноценные консультации. Я боюсь, как бы все эти новации не обошлись опять тем обманом, когда Ельцин, Горбачев обещал властность и демократию, и перестройку, породил перестрелку и развал единого союзного государства, за что давно надо было ответить и сидеть в Магадане. Ельцин обещал, что будет приватизация, организовал массовое воровство, жулье и создание своего клана, олигархи, которые никогда не строили производство, захватили основные ценности. Обещали, что недра будут принадлежать народу, они и близко не касаются народа. Вот сейчас каждый вечер вам показывают рекламу, прекрасная реклама, газ – наше национальное достояние. Открываю таблицу, 90 с лишним процентов газифицировано в Европе, Германия – более 95, Голландия – 100%. Даже на Украине выше. А у нас рядом Псковская область и 40% нет. Омская область перерабатывает, могучий завод рядом стоит, три на треть не газифицировано. Та же самая картина на захолениях не забывает. Но кто им не дает газифицировать свою страну, повышать производительность и делать все нормально. Если брать социальные государства, вот сейчас говорят, все будет хорошо. Что, собственно, хорошее? Вот Конституцию вносят поправку, теперь прожиточный минимум, и минимальные зарплаты будут гарантированы в Конституции. А кто им не дает гарантировать эти законы, которые можно принять сегодня? Нет, никаких не нужно поправок. А почему эта Конституция не гарантирует нам, чтобы все, что создано природой, Богом, все создано предками, что отвоевано, защищено, не работает на каждого человека? Потому что не работает. Полстраны, еле концы с концами сходят, официальная статистика. 50% граждан могут купить себе только дешевую одежду и дешевую еду. Чему каждому ребенку не гарантированно нормальное развитие. Мы давно говорили, давайте родился ребенок, ему прожиточный минимум, маму поддержим, бесплатно и ясли, все сделаем. Ничего похожего. До трех лет будем кормить, а после трех лет мама как хочет. И в результате оказались все семьи с детьми, двумя-тремя ребенками. Все нищие и голодные. Что трудно решить проблему. Одним указом он может решить. Поэтому мы будем вносить свои поправки, в том числе и в ходе обсуждения Конституции. Но я хотел, чтобы власть вспомнила, что за последние сто лет было четыре Конституции. В 1924 году Конституцию прогласила власть трудового народа, власть Совета. В 1936 году Сталин лично занимался Конституцией. Занимался много, изучал все документы, материалы, сам готовил. И родилась Конституция, в которой были потрясающие гарантии. И работы, и бесплатного образования, и медицинского обслуживания, и первого рабочего места. И ни один самый злой директор не мог уволить молодого специалиста, пока он ни оперится, и не станет полноценным рабочим. Это и была Конституция народа. В 1937 году шагнули еще дальше, приняя Конституцию, которой планета гордилась. Это стал заключением ООН, что это лучшая Конституция на свете. Но когда власть и руководители начинают предавать ценности народа, свои традиции, все лучшее, что есть на свете, не работает никакая Конституция. Поэтому Горбачев, вся эта свора вместе с ним, Гайдар и Чувайс, это преступники, которые, собственно говоря, наплевали на Конституцию, расстреляли парламент и протащили под расстрел оружие ту Конституцию, которую сейчас пытаются припудрить и немножко приукрасить. Этого мало. Нужен новый курс правительства национальных интересов народного доверия и помнить, что мы умные, сильные, образованные, успешные, конкурентные. На этом свете кроме себя никому не нужны. А мы будем сильные, если поймем, что самыми сильными мы были в форме великого советского государства, основателем которого является Ленин, продолжателем укрепления государства и нашей великой победы является Сталин, а главным творцом является народ. Мы тогда были самые победные, самые космические, самые грамотные, самые успешные и самые уважаемые. Поэтому наша державность, и государство, говорят, выпляет, стоит на четырех столбах. Прежде всего, сильной вертикальной власти. Эти просторы пустой головой нельзя держать. Но надо всем помнить, что эти просторы в 12-часовых поясов собрал русский народ, а он за последнее время потерял 65 миллионов. 20 миллионов на войне, 25 миллионов Ельцин отрезал искусственными границами, и 20 миллионов исчезло с 91-го года. И по-прежнему русские области вымирают в три раза быстрее остальных регионов. Я сколько ни вношу предложений, все отметаются, вместо того, чтобы принять исчерпывающие решения. И надо помнить, что русские собирали все народы мирно и демократично. Поэтому без государства образующего народа немыслимо укрепление его. Никакая государственность в нашей стране. Сильная власть, чувство коллективизма, справедливости и духовности – это то, что всегда было присуще русскому народу и другим, которые объединились под его крылом на протяжении тысячи лет. А если вы откроете эту конституцию, там слово «русский» вы не найдете вообще принц. Но надо прямо и четко записать, что русские являются государственно-образующим народом, что укрепление его духовности и чувства коллективизма и справедливости есть основа укрепления российской государственности и наших конкурентоспособностей. Вот в этом сочетании и будет нашей новой победы успеть. Надо опираться на ленинское наследие, на сталинский подвиг, на подвиг нашего народа, когда мы достойно встретим и 150-летие со дня рождения Ленина и 75-й годовщину нашей победы. Вчера у нас был большой комитет, который готовил 100-летие Великого Октября, 100-летие комсомола нашей Красной Армии. К нам на юбилей Ленина приедет 150 делегаций со всего света. Мы уже высаживаем сад победы, сад будущего, сад бессмертного полка. Взяли обязательства 27 миллионов деревьев, уже посадили более 1 миллиона и организуем марш победы. Марш шести. Вчера вот избег доложил нам, уже 123 города будут участвовать, 25 тысяч километров по местам боев нашей великой славы. Это будет ответ нашим и националистам в Польше, и бандеровцам в Украине, и провокаторам, которые сидят за океаном, расширяя НАТО и готовые его новые походы. Мы умеем строить, умеем сражаться, но еще раз напомним, мы самыми сильными и успешными были, когда строили великое советское государство под руководством партии Большевиков и Ленин.